Христос 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 Деяния святых апостолов Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгам рассуждений Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали? И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою, очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников, иго которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. Из Сим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих Его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравшие из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Появику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должны обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего и Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более кроме сего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. И так отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались осем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Иерусалим Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Иоанна Святое Благовествование Поэтому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распри. Многие из них говорили, Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». И Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Сегураде мя Отец любит, яко аз душу мою полагаю, да пак и приму ю. Никто же возьмет ю от меня, но аз полагаю ю о себе. Область имам положитею, и область имам паки приятию, сию заповедь приях от Отца моего. Раз прише паки пысть, в иудеях за словеса сия. Глаголуху же мнозию от них, бесы имать, и неистов есть, что его послушаете. И ней глаголуху, сии глаголи не суть беснующегося, еда может без слепому очи отверстий. Выше же тогда обновление в Иерусалиме и зима бер, и хождаше Иисус в церкви в притворе Соломонии. Абэдоша же его иудеи и глаголуха ему, да коли души наши вземляши, ащи ты, если Христос, рцы нам не обинуяся. Отвечаемый Иисус, рех вам и не веруете. Дела я же астворю о имени Отца моего, та свидетельствует о мне, но вы не веруете, не сибу от овец моих, як же рех вам. Овцы моя, гласа моего слушают, я знаю их, и по мне грядут. Я с живот вечный дам им, и не погибнут вовеки, и не воссидит их никто же от руки моей я. В начале обучения людей ко благочестию дело обыкновенно идет так, как бы оно относилось только к телу. И беседуем мы на первых порах, приступая к благочестию, более по букве, нежели по духу. Потом, мало-помалу, приступая ближе к духу и плотя на стеречении, утоншая духовными созерцаниями, в чистом чисто бываем уже мы в Христе, сколько это возможно людям. Так что можем говорить по апостолу, ащи и разумехом по плоти Христа, но ныне к тому не разумеем. Это по причине простого или чистого приступания ума к слову без покровов на нем, так как мы преуспели уже от плотского разумения слова взойти к узрению славы его, як у единородного от Отца. Кто начал жить жизнью во Христе, тот превзошел правду и подзаконную, и естественную. Что, давая разуметь, божественный апостол говорит, «Во Христе Иисусе не обрезанье, что может, ни необрезанье». Словом «обрезанье» обозначая подзаконную правду, а словом «необрезанье» намекая на подобную же праведность по закону естества. Слово Божие есть путь для тех, кои, проводя деятельную жизнь, верно и твердо текут поприщем добродетели, не уклоняясь ни надесно по тщеславию, не ношуя по ползновениям на страсти и по Богу направляя стопы свои. Чего до конца не соблюдший, Аса, царь Иудейский, заболел, как о нем говорится, под старость ногами, как расслабевший и обессилевший тищи далее путем жизни по Богу. «Ас есть дверь», сказал Господь. «Ибо Он тех, кои добре совершили весь путь добродетелей в непорочном течении деятельной жизни своей, вводит в область ведения и, как свет, показывает им пресветлое сокровище премудрости. Один и тот же Он есть и путь, и дверь, и ключ, и царствие. Путь, как путеводитель, ключ, как отпирающий достойным входу к божественным сокровищам, дверь, как водитель, царствие, как наследуемый и по причастию во всех сущий». Господь называется светом, жизнью, воскресением, истинною. Светом, и как озаритель душ, и как отгнатель тьмы неведения, и как просветитель ума к уразумению недоуменных вещей, и показатель таинств, доступных одним чистым. Жизнью, как податель душем, возлюбившим его подавающего движения в области божественных вещей. Воскресением, как возбуждающий ум от мертвого пристрастия к вещественному и делающий его чистым от всякого тления и мертвости. Истинною, как дающий достойным неизменное расположение к делам благим. Прославляет Бога в себе не тот, кто словами только благоговейно чтит Бога, но кто ради Бога из-за заповедей терпеливо переносит страдания и труды. Таковы и взаимно Богом прославляются славою сущую в Боге, как в награду за добродетель по причастию, нанося в себе благодать без страстия. Ибо всякий, прославляющий Бога в себе страданиями из-за добродетели в деятельной своей жизни, и сам в Боге прославляется через бесстрастное озарение божественными лучами в состоянии созерцания. И Господь, грядущий на вольную страсть, говорит, «Ныне прославися, Сын Человеческий, и Бог прославися в нем, ащи Бог прославися в нем, и Бог прославит его в себе, и аби прославит его». Отсюда явно, что за страданиями ради добродетели последуют божественные дары благодати. Пока душа совершает свое от силы в силу и от славы в славу прихождение, то есть от добродетели преуспеяния в большей добродетели и от ведения восхождения к высшему ведению, да то ли она не пристает быть пришельницею по сказанному «многу пришельствово душа моя», ибо велико расстояние, и множество должно пройти ей степеней ведения, пока пройдет вместо селения дивны даже до Дома Божия во гласе радования и исповедания шума празднующего всегда к глазам глаз, к духовным глазам духовный глаз, прилагая в преуспеянии и в духовных созерцаниях с радованием об умнозренных вещах, с радованием и соответственным благодарением. Такие празднества совершают все, получившие благодать Духа, вопиющего в сердцах их Ава-Отче. Место селения дивна есть бесстрастное и непоколебимое благонастроение к добродетелям, по коему Бог Слово, пришедший, благоукрашает душу разными красотами добродетелей, как скинию. Дом Божий есть из многих разных созерцаний, составившиеся ведения, по коему Бог, посетив душу, исполняет ее множество мудрости. Глаз радования есть взыграние души, превзорено множество добродетелей. Исповедание есть благодарение за славное насыщение или исполнение премудростью. Шум есть непрестанное таинственное словословие из смешения обоих, то есть радование и исповедание слагающееся. Мужественно преодолевший плотские страсти и довольно побед одержавший над нечистыми духами и помышления их изгнавший из своей душевной области домолится, чтобы ему дано было сердце чистое и дух правый обновился во утробе его, то есть чтобы благодатью Божию совершенно очиститься ему от помыслов худых и исполнится помышлений божественных. Заделавший сердце свое чистым не только познает смысл и значение вещей второстепенных и после Бога сущих, но прошедший все их зрит некако и самого Бога, в чем крайнейший предел благ. Посетив такое сердце, Бог удостаивает духом начертывать на нем свои письмена, как на скрижалях Моисеевых в такой мере, в какой оно само себя возрастило добрую деятельностью и созерцанием, по заповеди таинственно повелевающей расти и умножитеся. Ум Христов, который приемлят святые, по сказавшему «мы же ум Христов имамы», приходит не по лишению собственной нашей умственной силы, и не как существенной и лично переходящей в наш ум на его место, но как своим качеством освещающей силу нашего ума и к одному с собой уносящей его действию. Ум Христов, по-моему, имеет тот, кто о всем помышляет в его духе и через все приводится к мысли о нем. Воздвигло Господь, Господь, призвать и тебе небесного Бога, от Царя и Гвагоди, так что и сила, и слава от Царя и Святого Духа ныне и приисло и во веки веков. Аминь.